день 2 возвращаемся на место эксгумации по предварительным данным 5 бойцов которых вчера зацепил владимир бирюков руководитель поискового отряда патриот на данный момент я пока один сегодня у нас рабочий день получается сам владимир обещался подъехать чуть чуть попозже я же подъехал чуть чуть пораньше дабы не терять время время уже к обеду близится сегодня нам надо успеть полностью эксгумировать останки произвести их учет акты протоколы владимир составит это все формальности довольно быстро вышел я на эту яму который вчера закончили взял с собой баннер владимир тоже нужно принести баннер ночью шел дождь ну хорошо что не налило воды в яму то бы это тоже наставило немного проблем сейчас тогда буду аккуратно окапывать по краям и дожидаться помощников наш на данный момент костные останки так продолжают идти в можно так сказать в неупорядочном расположении свое вот пример в один останок тут же второй под него заходит еще один здесь вот нога идет полностью то есть здесь лета область таза земля конечно еще такая глина прям приходится перебирать руками чтобы ничего не упустить но к сожалению ничего и найти то не удается бойцы раздеты скажем так абсолютно ничего с ними нет и с каждой выброшенной такой маленькой лопаткой у нас уходит надежды на обнаружение медальона установление имени одного хотя бы погибшего не будем терять надежды будем аккуратно продолжать эксгумации вот можно наблюдать идут две ноги здесь должна была быть тазовая кость вот от нее фрагмент и как можно наблюдать личных вещей медальона к сожалению здесь нет будем продолжать надеяться хотя надежду улетучивается конечно печально а 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 и а По факту у нас получается 8 бойцов здесь, 8 человек. Предполагаем, что это бойцы 93-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. Дивизия была передана в состав 33-й армии прямо перед наступлением. Из 43-й армии ее передали. Ни ложек, ни фляжек, ничего. Где бойцы обычно хотели чирикать? Похоронная команда, видимо, поработала хорошо. Изъяли и все, остались только патроны и противогаз. Они где-то на этих рубежах, чуть левее и правее, держали оборону. Эта дивизия. Потом ее передали, соответственно, полоса армии расширилась. Ну и начали они наступать на эту опушку леса, на Романово. Здесь у немцев оказалась оборона довольно серьезная. Насыщенная пулеметами, судя по количеству гильз и пулеметных гнезд. Ну да, и пулеметные ленты тому подтверждение. И артиллерия в глубине много позиций разнокалиберных. В общем, тяжело пришлось. По сводкам здесь в потере были астрономические. Участок вроде небольшой по сути тогда. Множество, по свидетельствам даже очевидцев от окрестных деревень. На поле много было захоронение сделано. Пытались их искать, пока безрезультатно. Может продолжим в связи с находкой этого захоронения. И поработаем по архивным данным еще более внимательно. Женя он фотосъемку еще изучит свежим глазом. Да, аэрофотосъемку надо будет глянуть, чтобы понять, что где. Они погибли в декабре 1941 года на подступах к Москве, не пропустив фашистских захватчиков к столице нашей Родины. Эти восемь человек и еще миллионы. Они погибли, защищая нас с вами, сами того не зная, подарив нам жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова